Вот и подошла к концу четвертой недели декабря. Городу и его жителям она принесла много предпраздничной суеты. О новогодних хлопотах и не только расскажем в ближайшие полчаса. В вечернем эфире программа «Город. События. Люди». В студии для вас работает Ольга Туманис. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Я думаю, что жители города любого возраста найдут для себя любимый уголок. Не без препятствий. Снежный городок на центральной площади открыли точно в срок. Убойная сила. Спасатели продемонстрировали опасность петард на куриной тушке. Реакция. 99% сразу улыбка, спасибо. За рулем Дед Мороз. В одном из благовещенских автобусов пассажирам дарят новогоднюю сказку и сладости. Догонишь ты меня? Ты пока молодец. Я сгоню. Ты даже обгонишь? Путь к здоровью. Решату Милахову необходима помощь, чтобы научиться ходить. Еще один способ экономии бюджетных средств на прошедшем в четверг заседании Амурского парламента предложил спикер Константин Дьяконов. По его мнению, стоит сократить количество депутатов с 36 до 30. Таким образом, удастся сберечь до 8 миллионов рублей в год. К слову, ранее представительный орган эффективно работал и при меньшем количестве членов. Три первых его созыва насчитывали всего 28 человек. По нашим расчетам, один депутат, содержание, скажем, расходы на одного депутата в год обходятся порядка 370 тысяч рублей. Это, собственно, выплаты и компенсации на расходы по депутатской деятельности, содержание помощников. С этим же связано, как бы там кто ни говорил, кто-то пользуется автомобилем ЗАГСобрания. За каждой фракцией закреплены автомобили, за руководителем комитета также закреплен автомобиль. Это затраты и на бензин, и на содержание этого автомобиля в гараже. Впрочем, экономить таким образом члены парламента не захотели. Поддержали идеи только 15 человек – члены фракции «Единой России». 9 депутатов высказались против, 6 не голосовали вообще. Зато большинство поддержало другую инициативу – перенос запрета продажи алкоголя в жилых домах. Изменения должны были вступить в силу в январе следующего года, но начнут работать только в апреле. Еще одно решение народных избранников касается пенсионеров. Амурчане старше 80 лет не будут платить за капитальный ремонт. А одинокопроживающие пенсионеры старше 70 получат 50% скидку по взносам. Напомним, эту льготу с сентября получают амурчане старше 75 по инициативе губернатора региона. И еще одна новость на коммунальную тему. Горожане, чьи дома обслуживает компания управления жильем Благовещенска, оказались перед Новым годом в растерянности. Они не знают, кому платить по декабрьским квитанциям. Платежки им выставили одновременно управляйка и АКС. Ресурсники объяснили свои действия отсутствием договора с компанией на поставку воды и тепла. Чтобы разъяснить ситуацию, в администрации провели информационную встречу с собственниками. Пояснили, потребителям стоит перейти на прямые расчеты с АКС. Ведь именно они поставляют ресурсы в дома. А управляющая компания в отсутствии договора с коммунальными системами ничего подобного делать не может. Кроме того, УЖБ, собирая деньги с собственников, не торопится рассчитываться с АКС. Долг только за текущий год составляет несколько десятков миллионов. Вдобавок ко всему, на управляйку завели уголовное дело. Почему АКС вам выставил эти квитанции? Потому что, чтобы улучшить платежную дисциплину, чтобы те деньги за ресурсы, которые дом потребил, они дошли до ресурсоснабжающей организации. Теперь вдумайтесь, не будет месяц, два, три, четыре года платежей. Ну, к конечному итогу, к какому мы придем. То есть город не сможет ни менять ни сети. Соответственно, никакой модернизации не будет. Но основное сейчас, почему мы собрались, это перейти на прямые платежи. Единственное, на что сегодня имеет право, это управляйка – выставление счетов за обслуживание и ремонт. Ресурсы необходимо оплачивать АКС. Переходить на прямые платежи или нет, потребителям стоит хорошо подумать. В РКЦ их ждут на Калинина 52 и 50 лет октября 6 дробь 1. Торжественный пуск второй очереди ТЭЦ, который первоначально был назначен на 25 декабря, перенесли. Скорее всего, он состоится в январе. Сейчас на предприятии идет один из завершающих этапов пуска наладочных работ. Паровую турбину синхронизировали с энергосистемой. Следующим этапом станет вывод турбины на номинальную нагрузку. Затем основное технологическое оборудование испытают. При этом новые мощности должны будут непрерывно отработать в течение 72 часов. С января по июнь завершат строительство городирни, благоустроят территорию, реконструируют защитные сооружения. С вводом второй очереди Благовещенской ТЭЦ тепловая мощность предприятия вырастет до 1000 гигакалорий в час. Зато снежный городок на центральной площади Благовещенска открыли точно в срок. В субботний полдень принять участие в волшебном зимнем торжестве пришли несколько сотен горожан. Как прошло яркое шоу, наши корреспонденты расскажут вам в понедельник. А сейчас узнаете, сколько сил художники вложили в снежную сказку и чем им мешали горожане, которые раньше срока пытались проверить горки на прочность. Корпеть над фигурами художники не прекращали даже после захода солнца. Оно и понятно. Строительство ледовых фигур – дело небыстрое. На одного персонажа уходит до трех дней. Благо, заготовленный в этом году лед специалистам значительно облегчил работу. Лед выпиливают либо с озера, либо с речки. В этом году попробовали с речки, он чище. Песка практически не было. И рано намерз, так как не было снега, я так думаю. Пока одни работали, другие по соседству веселились. Например, Кириллу поваляться в снегу только в радость. С горки мальчик готов кататься часы напролет. Вот тем более он знает секрет, как заставить ледянку ехать дальше и быстрее. Я уже много раз скатывался. И я знаю, если большой груз скатывается, то он еще быстрее скользит. И я беру немного снега с собой в ледянку. Такая популярность городка его создателям, конечно, приятно. Но уж очень мешала. Гости не давали работать крупной технике и до срока изнашивали недоделанные горки. Черновой лед на них местами протерся до дерева. Где-то образовались ямки. Кататься по таким небезопасно. Это отметили и в ходе проверки работ, которую на месте провела мэр Благовещенского Валентина Калита. Там же специалисты поделились еще одной сложностью, которая заставила художников повозиться со снежными фигурами. Первоначально, так как зима, снег запоздал в этом году. Под действием солнечных мучеев были. Были в перифигуре повреждены. Из-за того, что пыль оседала и пыли продали. Сейчас тоже все это дело. В остальном строительство городка протекало без проблем. Поэтому он легко смог предстать перед первыми посетителями во всей своей мультяшной красе. Если сегодня дети не все смотрели эти мультики и, может быть, не совсем их любят сегодня, но есть старшие поколения, которые приведут своих детей или внуков и сами расскажут об этих фильмах, которые когда-то смотрели сами, которые любили, расскажут почему. Поэтому я думаю, что жители города любого возраста найдут для себя любимый уголок. И к другим темам. Ко дню спасателя, который вся страна отмечает в последнее воскресенье декабря, командир отделения пожарного поста села Семеновка Свободненского района получил в подарок автомобиль. Ключи от лады гранта Владимиру Цареву вручил губернатор на торжестве в общественно-культурном центре. Владимир Царев, отец семерых детей, отдал службе в МЧС больше 30 лет. За эти годы потушил несколько десятков пожаров и спас лично 20 жизней. Признается, о таком щедром подарке даже мечтать не мог. Сказали, что от губернатора будет подарок. Ну какой, все в секрете держали. До последнего, вот пока на сцену не вышел, не узнал, что будет. На сцене уже понял, что автомобиль мой, ключи дали. Восемь человек по случаю грядущего праздника получили благодарственные письма губернатора области. Еще трое – грамоты и медали от имени президента. Желаю вам успехов, благополучия, крепкого здоровья и личного счастья. И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность. Знаете, что мы, жители Амурской области, сегодня, я говорю это от всех, гордимся вами. И поздравляем вас с Днем Спасателя и с наступающим Новым годом. Поздравила спасателей и мэр города. Четверым сотрудникам МЧС Валентина Калита вручила почетные грамоты. На уходящей неделе пограничники обнародовали шокирующую информацию. В Благовещенске задержали якутянина с ковром из Амурского тигра. Изделия из редкого краснокнижного животного 35-летний мужчина перевозил в своем БМВ. Теперь ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Доследованием дела займется прокуратура. Видео задержания уже в эфире. Достаем сумку. Перебрете. Пожалуйста, с фирменками до газели. Пожалуйста, откройте сумку. Да, открыл. Открывайте. Нет, сейчас-то здесь что разворачиваю? Ковер из тигра, так скажем. Готовый ковер многолетний. Целиком, давайте посмотрим. И потом уберем, и вам поможем. Не переживайте. Вот целиком цельный ковер. Цельный ковер. Разворачивайте, разворачивайте, пожалуйста. Помогайте. Несколько взрывов прогремело на уходящей неделе у здания пожарно-испытательной лаборатории МЧС. Правда, все они были строго контролируемые. Так спасатели демонстрировали опасность пиротехнических изделий при неосторожном с ними обращении. На горячем мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Куриная тушка, ставшая сегодня подопытной на демонстрацию убойной силы пиротехники, после соседства со сработавшей 10-сантиметровой петардой превратилась в фарш. Ее части разлетелись по территории практически со скоростью света. Минимальное безопасное расстояние от только что взорвавшейся петарды по инструкции 5 метров. На деле зона поражения достигает 20. Поэтому очевидно, что любителям взрывоопасного драйва стоит несколько раз подумать, следует ли так рисковать ради секундного веселья. Ударную силу взрыва наглядно демонстрирует и состояние стула, на котором проводился эксперимент. Крышка стула выполнена из доски толщиной 3 сантиметра. В итоге крышка разрушена. Впрочем, взрыв, который мы показали в начале сюжета, спасатели продемонстрировали уже в финале. До этого на тушке испытали действия более мелких петард. Они тоже не прошли бесследно. Одна хорошо подпалила кожу, другая и вовсе оторвала крыло. Легко представить, что случится с человеком, если такая сработает в руке. В случае же, когда тяга к спецэффектам превышает разумный страх, специалисты советуют строго соблюдать технику безопасности. Отходите от зданий, от гаражей автомобиля на безопасное расстояние. Чем больше петарды, тем и расстояние больше. Поэтому желательно уходить на открытые территории площадки. И не использовать их в маленьких, узких и закрытых дворах. Но если петарды люди чаще всего используют все же на улице, то бенгальские огни беззаботно зажигают дома. Бенгальский огонь, как бытует мнение, самый безопасный период технический продукт. Дают детям, дают всем, крутят дома, за столом сидят. Продемонстрируют опасность бенгальского огня. Раскаленный стержень с красивыми искрами за секунду зажигает скатерть, шторы или мебельный наполнитель. Справиться с таким бедствием в миниатюре спасателям помог огнетушитель. Вряд ли такой найдется у каждого в квартире. Поэтому, чтобы праздники не закончились трагедией, пиротехнику в дом не берите. А еще лучше оставить это дело профессионалам и насладиться фейерверком на центральной площади. И красиво, и безопасно. Своё исследование в четверг провели и специалисты Россельхознадзора. Не столь эффектные, но тоже напрямую касающиеся здоровья мурчан. Они отправились в магазин с целью оценить качество круп, представленных на витринах. Основания беспокоиться у них есть. В этом году они выявили более 30 нарушений регламента Таможенного союза о безопасности зерна. А в одном из районов Преамурья специалисты изъяли крупную партию перловки с истекшим сроком годности, которую предприниматель готовил к реализации. На что следует обращать внимание при покупке пшена или гречки и как подольше сохранить зерно – ответы в сюжете. Вот как раз у нас рис из Таиланда пропаренный. В Таиланде, мы знаем, не существует зимы, и поэтому там благоприятные условия для развития различных вредителей, хлебных запасов. И хотя проверку такая крупа проходит ещё на таможне, в магазин старший инспектор Россельхознадзора Оксана Ионова без лупы не ходит. Выискивает не только следы вредителей и плесени, но и другие дефекты продуктов. Что касается овсяных хлопьев Геркулес, опасность в них может представлять содержание цветочных плёнок повышенное. Они с острыми краями, как правило, и такая крупа подвергается браковке. Изымаются из продажи и крупы с истёкшим сроком хранения. Чтобы его проверить, покупателям лучше пользоваться ГОСТом, а не информацией на упаковке. Дело в том, что на Дальнем Востоке крупа хранится хуже, чем в других регионах. Так овсяные хлопья у нас испортятся за 4 месяца, пшено за 6. Впрочем, если условия хранения не соответствуют требованиям, к примеру, температура выше 18 градусов, а влажность больше 70%, и этот срок может сократиться. У нас был несколько лет назад такой случай, что человек купил где-то на улице рисовую крупу, которая хранилась вот на солнце. Сварили, покушали, попали с ребёнком в инфекционку. Если магазины инспектируют раз в три года, то сельхозпроизводителям возить на проверку приходится чуть ли не каждую партию зерна. Правда, не столько ради потребителя, сколько в силу экономической выгоды, чтобы адекватно оценить стоимость сырья. В этом году специалистам пришлось взять около тысячи проб, 70% из которых – соя. Показатели достаточно средние. Каких-то экстремальных выпадов не было. Как бывали случаи у нас, когда влажность была высокая на зерне, когда у нас была влажность превышала в каждой второй пробе, потому что год был сырой и всё прочее. По ГОСТу влажность не должна превышать 12%. Чтобы производителям сохранить урожай, а хозяйкам продукты, следует помнить, лучше всего зерновые хранятся в прохладных, хорошо проветриваемых помещениях с полной изоляцией от птиц и грызунов. Чем ещё отметилась уходящая неделя, расскажем прямо сейчас. В эфире наша постоянная рубрика «События день за днём». В начале недели администрация продлила голосование за лучший слоган к 160-летию Благовещенска. До 1 февраля горожанам предстоит сделать выбор на электронной площадке «Активный гражданин». Благовещенский судостроительный завод поучаствует в федеральной программе по импортозамещению. Это стало известно по итогам заседания правительственной комиссии во Владивостоке. В её состав вошёл губернатор Преамурья Александр Козлов. Во вторник горожанам предложили оборудовать пункт проката общественных велосипедов прямо у себя во дворе. Чтобы попасть в число 100 стоянок, которые планируют установить до следующего лета, необходимо подать заявку в администрацию до 15 февраля. В столице Преамурья состоялась губернаторская ёлка для детей, оставшихся без попечения родителей. На ней праздник отметили около сотни ребят из детских домов Благовещенска и Свободного. В среду украсили маленькие художественные гимнастки. Они поборолись за призы Деда Мороза и Снегурочки. Чудеса гибкости продемонстрировали 130 девочек от 4 до 16 лет. В середине недели «Зимнюю сказку», созданную в детских садах Благовещенска, проверила специальная комиссия. Конкурс на лучшее оформление территории давно стал доброй традицией нашего города. В четверг 10 талантливых юных амурчан получили губернаторские стипендии. За творческие успехи им присвоили престижное звание «Лауреат» и вручили по 20 тысяч рублей. В последний рабочий день недели поздравить Благовещенцев с наступающим Новым годом в столицу Преамурья прибыла китайская делегация. Теплые слова мэра соседнего города Хэйхэ за всех жителей принимала Валентина Калита. Конец недели ознаменовался и тем, что за три утренних часа из Благовещенцев выкачали более 40 литров крови. На станции Переливания прошел День донора. Так медики готовятся к длинным новогодним праздникам, создавая необходимый запас плазмы и крови на случай ЧП. Продолжаем выпуск. С начала недели дороги областного центра бороздит Дед Мороз на тройке. Ездит сам, возит других, еще и подарки дарит. Впрочем, главный его атрибут не борода и даже не мешок со сладостями, а водительские права. Зачем волшебник сел за руль и как с ним прокатиться, узнаете прямо сейчас. Не на бравой тройке лошадей, а на маршрутке под номером 3. По Благовещенску разъезжает Сергей Цибров. На время праздников водитель преобразился. Прежде всего внешне. Управлять автобусом в новогоднем костюме нетрудно. Признается, по утрам тогда же теплее. Но главное – это все же настрой, на который пассажиры всегда отвечают в многократном размере. В принципе, уже 6 лет я на тройке езжу. А реакция – 99% сразу улыбка, спасибо. По прошлому году даже писали у меня в салоне. Есть и стих, кто расскажет. Возраст абсолютно не имеет значения. Это будет бабушка, дедушка или ребенок. Подарки вот лежат, без проблем, подходят. Небольшие презенты, шоколадки и чупа-чупсы Сергей покупает на собственные деньги. Говорит, иногда в день встречаешь столько ребятней, что в магазин приходится бегать по 2-3 раза. Рассказывать стишки в присутствии камеры пассажиры постеснялись. Однако своими впечатлениями поделились с удовольствием. Честно, я зашла непривычно. Водитель в стиле Деда Мороза. Интересно, однако. Я вообще впервые в этом автобусе. Если имеется в виду, сколько я здесь живу Благреченске, впервые, чтобы тройка была с Дедом Морозом. Это бесплатно, это повезло, это круто. Это же классно. Он еще помахал Дед Мороз за автобусом. Круто, короче. Проехаться по маршруту со сказочным дедушкой Благовещенцы смогут до конца каникул. Так решил сам Сергей. Так что на всякий случай заготовьте стишок. А вось повезет встретить новогоднюю тройку. Поселилась новогодняя атмосфера и в Благовещенском доме ремесел. Там на уходящей неделе открылась резиденция Деда Мороза. Первыми ее посетили ребята из школы-интерната номер 8. Правда, с самим волшебником они встретились не сразу. Сначала для детей провели мастер-класс по изготовлению новогодней снежинки. Справиться с заданиями помогали волшебные красные колпаки. Сам же главный новогодний персонаж вместе с внучкой Снегурочкой ждал их в тронном зале. Там же лежала волшебная книга «Великан», куда ребята записали свои желания. Впрочем, в резиденции есть еще одно местечко, где Дед Мороз лично выслушает все мечты ребятишек. Они посмотрят мою комнату, где я живу, где я сплю. Там есть мои подушки, кровать, ну и все остальные атрибуты. После этого они вот в этом холле поиграют, ребятишки, вот с моей внучечкой Снегурочкой. И дальше они попьют чаю с медом, пряниками. Гости резиденции могут не только угоститься чаем с пряниками и познакомиться с русскими традициями чаепития, но и получат подарки. Их каждый выберет из волшебного сундука. Всех, кто хочет побывать в новогодней сказке, приглашают в Дом ремесел и после Нового года. Резиденция Деда Мороза будет работать со 2 по 7 января. Подать заявку можно по телефону, который вы видите на экране. Встретить Новый год свободным от проблем, долгов и грустных мыслей мечтает каждый человек. Добиться заветного ощущения можно, если последнюю неделю декабря посвятить вещам, которые позволят начать жизнь с чистого листа. Прямо сейчас в эфире топ-5 предновогодних дел по версии работников телекомпании «Город». Откроет рейтинг предновогодних дел избавление от вредных привычек. Это могут быть не только банальные сигареты и алкоголь. Избыточное количество кофе, злоупотребление сладким, постоянные опоздания или нецензурная брань. От всего, что мешает сделать вашу жизнь лучше, можно избавиться довольно быстро. Психологи считают, что 21 день – достаточное время, чтобы бросить вредную привычку. Или наоборот, привить полезную. На четвертой позиции топа – освобождение от ненужного хлама. В шкафу любого из нас наверняка найдется вещь, которую так жалко выкинуть. Однако психологи утверждают, если в течение года этой вещью вы так и не воспользовались, то и в дальнейшем это вряд ли произойдет. Не обязательно выносить все на помойку. Игрушки и одежду можно подарить нуждающимся детям. А любимое, но такое изношенное одеяло отдать в приют для животных. Тройку лидеров открывает дело, особенно актуальное для работающих благовещенцев. Подготовьте к предстоящему празднику свое рабочее пространство и непременно вовлеките коллег. Так совместите приятное с полезным. Облагородите офис, да и с коллегами сблизитесь. К тому же парочка новогодних гирлянд и мишура будут постоянно напоминать о предстоящих каникулах. Серебро уверенно отдаем расплате с долгами. Ведь в декабре на слуху даже у самого невнимательного благовещенца фраза «В Новый год без долгов». И это относится не только к платежам за коммунальные услуги. Постарайтесь отдать своим знакомым деньги, что заняли на днях или пару-тройку месяцев назад. Ведь с кровными все равно придется распрощаться рано или поздно. Чем Новый год не повод? Почетное первое место отдаем завершению начатых дел. Будь то брошенной на половине книга или недоклеенный кусок обоев. Знаменитая поговорка гласит «Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня». Попробуйте подойти к этому организованным. Заставьте список дел в блокноте. Несчадно вычеркивать выполненное – это огромное удовольствие. Завершит наш выпуск традиционная рубрика «Седьмой лепесток». На этот раз ее героем стал трехлетний благовещенец Решат Мислахов, жизнь которого обремена диагнозом ДЦП. Без лечения малыш никогда не сможет нормально ходить. Чтобы поехать в Харбинскую клинику, семье необходимо собрать 700 тысяч рублей. Пальчики? Они сладкие. Они сладкие? А почему они сладкие? Ты конфетки кушал, что ли? Да. Повышенным родительским вниманием трехлетний Решат Мислахов окружен со всех сторон. И тому есть объяснение. Родился мальчик недоношенным. Долго лежал в больнице, а в полтора года врачи поставили ему диагноз ДЦП. Ножки малышу подчиняются едва ли. Пока ходить он может только с помощью специальных канатов. Они в комнате натянуты по всему периметру. За последние два года нервы мамы Решата заметно ослабели. Терпеть приходится многое. В силу заболевания малыш часто вредничает. Вообще немножко, да, вредный. Вредный такой. Ну и, конечно, характер меняется в силу того, что ходить не можем. Смотрят детки бегают, пытаются бежать за ними. Все, не может, расстраивается, начинает плакать. Ну, плачет, расстраивается. Говорит, мам, я могу идти. Я говорю, сыночка, ну обязательно пойдешь. Все, вылечимся. Чтобы сдержать обещание данное сыну, Марина Петрова постоянно вводят его на занятия. Ипотерапия, бассейн и домашние упражнения позволяют лишь поддерживать состояние ножек. А оно в последнее время ухудшается. Одна нога растет быстрее другой. Препятствовать этому может специальная растяжка. Именно такую делают харбинские врачи. Они ждут малыша 1 февраля. Но сначала семье нужно собрать 700 тысяч рублей. Пока нашли 120. Китай – это вот как будет для нас толчок. Вот сколько я вот ребятишек посмотрела, вот ездили, детки ходят. Вот действительно видела, вот как с нашим диагнозом. Я думаю, что для нас это будет вот толчок, мы пойдем. Я вот почему-то уверена. А потом все равно еще реабилитировать. Еще будем ездить долго и долго, потому что, чтобы не возвратилась опять вот эта спастика. К счастью, умственное развитие мальчика превосходит любые ожидания. Игры для смекалки – одни из его любимых. Сейчас мама думает, как устроить мальчика в детский сад. Ведь общение с другими детьми очень важно. Преодолеть главную неудачу и дать Решату шанс сделать первые полноценные шаги можете и вы. Реквизиты для перечисления средств сейчас на ваших экранах и на нашем сайте tvgora.rf Это были наиболее заметные события минувших дней. Итоги следующей рабочей недели мы подведем уже в новом году. А обзор событий каждого дня смотрите ежевечерне в привычное время. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.